20 и 21 июля на трассе Амурская собралось порядка 50 сильнейших гонщиков России и в три раза больше зрителей, поклонников скорости и экстрима. Омск в очередной раз принимает всероссийские старты, этапы чемпионата и Кубка России по автокроссу. Каждый год Российская автомобильная федерация дает нам право, ну а мы его заслуживаем своим отношением к автоспорту, к трассам, к болельщикам. Это этап Кубка России в дивизионе Д-2500 и два этапа чемпионата, это дивизион полноприводный, который мы сейчас увидели, и дивизион Д-2600. Поэтому прекрасная трасса, инспекция приезжает, все смотрят, подготовка, уровень соревнований, поэтому в Омске всегда проходит. Ну и Омск имеет большие традиции автомобильного спорта, еще 70-е годы, где и Волги были, и были трековые большие гонки, поэтому все проходит, проходит здесь. На следующий год мы также подали заявку для того, чтобы чемпионат России здесь состоялся, но я думаю, что мы достойны это проводить. Два дня гонялись спортсмены. Отборочные заезды – первый день, решающий финальный – на десерт. На протяжении двух часов гонщики из Омской, Новосибирской, Тюменской, Кемеровской областей и Красноярского края спорили за лидерские позиции. Состязания проводились в пяти различных классах – Д-2600, Д-1, Д-2Н. Соревновались пилоты также на Волгах и Уазах в рамках чемпионата Сибири. Вот эта гонка была такая, скажем, интересная тем, что вчера погода нам сюрприз преподнесла, был дождь, то есть мы поездили и по грязной трассе, А сегодня солнышко, то есть очень располагает дорога, трасса, скорости большие. Очень интересно по Омской трассе, когда она в таком состоянии, то есть можно показать класс езды, и зрителям интересно это смотреть. Омскую область во всероссийских соревнованиях представляли 10 пилотов. В команде опытные и юные спортсмены. Интерес вызывает мастерство управления гоночным авто и тех, и других. Замечательный вид спорта, очень зрелищно, очень эмоционально. Стараемся как можно чаще присутствовать, болеть. И вот сейчас дан старт, болеем за Игоря Усова, желаем ему только-только победы. Почему решили прийти, я смотрю, у вас и такой болельщик есть, четвероногий. Ну она тоже очень любит погулять, посмотреть, с людьми пообщаться и получить эмоции. Соревнования в классе Д2-1600, где участвовали профессиональные автомобили, такие как ВАЗ-2108 и Лада Калина, а также Д1, в которых участвовали полноприводные автомобили, проходили в рамках чемпионата России. Спортсмены в классе Д2-Н выявляли сильнейших в Кубке России. Я сюда езжу уже 9 лет, любимая у меня трасса. Два раза крышу здесь ловил, один раз очень серьезную. А вот в этот раз сегодня приехал на двух машинах, в двух классах, но вот на восьмерке немножко не получилось. В полном приводе третий приехал. Все хорошо. Всем спасибо, кто сломался, кто меня не догнал. В национальном классе Д2-Н бронзовым призером стала мич Александр Пескунов, выступающий за команду СТК Сибади. Известный омский пилот Игорь Усов одержал уверенную победу в классе полноприводных машин Д1. В гонках на УАЗах первенствовал омский пилот Василий Залознов. Это не последнее соревнование пилотов в этом году. Следующий этап чемпионата России пройдет в Татарстане. Всего 10 этапов после которых и определится чемпион России по автокроссу.